На заседании предстоит заслушать выступление министра сельского хозяйства области о положении дел в агропромышленном комплексе и готовности хозяйства Оренбуржья к посевной. Народным избранникам также предстоит оценить работу полномоченного по правам человека и уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области на основании докладов, которые они представят региональному парламенту. В повестке дня и второе чтение закона о поддержке некоммерческих общественных организаций. Сразу три субъекта законодательной инициативы – фракция ЛДПР, Справедливая Россия и правительство области – вышли с предложением о внесении изменений в закон Оренбургской области о транспортном налоге. Как пояснил руководитель фракции ЛДПР Андрей Рейзлер, депутаты будут рассматривать возможность отмены транспортного налога на территории Оренбургской области для автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил. В случае принятия этих поправок область теряет налогов на 120 миллионов рублей, что пока скорее недопустимо. В свою очередь фракция предлагает освободить от транспортного налога только ветеранов локальных войн и военных конфликтов, считая, что они, как никто другой, заслужили такую меру поддержки со стороны государства. Мы принимаем закон о транспортном налоге именно для ветеранов боевых и локальных конфликтов. Транспортные средства до 150 лошадиных сил полностью освободить их от транспортного налога. На территории Оренбургской области это достаточно, я считаю, такое серьезное, хорошее подспорье для тех людей, для тех молодых ребят, которые участвовали в боевых и локальных конфликтах и являются ветеранами боевых и локальных конфликтов. Продолжение следует...